В этот момент с нами на прямую связь снова выходит наш корреспондент Павел Мельник. Он работает на Большом Москворецком мосту. Павел, снова здравствуйте. Что вам известно к этой минуте? Как мы понимаем, пока у Следственного комитета немного комментариев, но тем не менее. Здравствуйте еще раз Антон. Большой Москворецкий мост перекрыт для движения автомобилей. Здесь на месте происшествия продолжают свою работу оперативники, криминалисты, следственные органы. Вот можем наблюдать прямо в эти минуты, как несколько автомобилей скорой помощи, а также под расцветкой Следственного комитета заезжают сейчас на Большой Москворецкий мост. Другие автомобили покидают. То есть достаточно большая и оживленная деятельность сейчас здесь происходит. Но вот все это, насколько мы имеем представление, достаточно сильно напоминает сценарий убийств из 90-х годов. По сообщениям, которые мы могли наблюдать на лентах информагентства, средства массовой информации ссылались на некий источник в правоохранительных органах. Все произошло в 23.40. Так, если верить этой информации, уже в начале следующего часа с пометкой «Молния» эта новость облетела. Все средства массовой информации. Вот по сообщению правоохранительных органов, Борис Немцов был расстрелян из белого автомобиля. Это единственное, что известно. Киллер по разным подсчетам и по разной информации произвел от 4 до 7 выстрелов. Но вот такая разница в информации может быть обусловлена следующим фактом. Оперативники, как мы видим в эти минуты, все еще продолжают работать на месте преступления. И вот по мере того, как они обследуют все новые и новые секторы, сопряженные с Большим Москворецким мостом, вероятно, будут появляться новые улики. Таким образом, возможно, будут найдены какие-то новые гильзы. И информация о количестве выстрелов не исключено, что все еще может измениться. Вот в нашем распоряжении есть комментарии представителя, официального представителя МВД Елены Алексеевой. И, возможно, он даст представление о том, при каких обстоятельствах Борис Немцов оказался здесь в поздний час в пятницу на Большом Москворецком мосту. Предоставим слово официальному представителю. Значит, сегодня около 23 часов 15 минут гражданин Немцов прогуливался со своей знакомой, которая прибыла из Украины по Большому Каменному мосту в направлении Болон-Уборста. Внезапно подъехавший автомобиль, из него было произведено несколько грузов. В результате 4 из них попали в спину и перечерли травмы, несеместимые жизни для воспоминания МВД. И, кстати, это вам погиб. В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа. Проводится вопрос свидетелей данного преступления. Девушка, которая была вместе с ним на следующий момент запрашивается в одном из отделов полиции города. Проводятся все необходимые меры, направленные на установление преступников, которые совершили данное диспроцентное нарушение. И на месте находится также министр внутренних дел на отчаянии, где он будет подъехать бомбы. Они поднимают себя сказанное милость для того, чтобы данное преступление было разрешено. Антон, обращу ваше внимание на то, что указанная гражданка, которая в момент происшествия, преступления находилась рядом с Борисом Немцовым, она осталась в живых. В настоящий момент с ней работают следственные органы. Пока никакой другой информации мы вам сообщить не можем на этот счет. Но что касается предполагаемого убийцы и той самой белой машины, из которой велся огонь, столичные власти и полиция рассчитывают добиться каких-то результатов в поимке убийцы путем введения в городе плана перехвата. И вот сейчас, подбираясь максимально близко к месту происшествия, мы могли наблюдать несколько полицейских кордонов, которые усиленно проверяют автомобили со схожими параметрами. То есть, вот работают по этой ориентировке. Отмечу также, что в эти минуты на место происшествия должен прибыть едва ли не весь генералитет российского и столичного МВД, министр Колокольцев и глава московской полиции Якунин. Их комментарии мы рассчитываем, если будет такая возможность транслировать в прямом эфире. Антон, пока вся информация на эту минуту. Да, Павел, я благодарю вас. Сообщайте нам, как только появится новая информация. Павел Мельник работает на месте убийства Бориса Немцова. Ну, а я добавлю, агентство Интерфак сообщает, что на место убийства приехали родственники политика Бориса Немцова. И сейчас их припроводили к месту преступления, где с ними беседует министр внутренних дел Владимир Колокольцев, а также следственная оперативная группа, которая и продолжает свою работу.